А вы бывали в Бресте, в родном? Да. Для мамы. Ну и что? Что скажете? Как-то сердечко ёкнуло всё-таки? Это вот место, откуда и дедушка, и мама. Конечно. Сегодня выезжаем в Брест. Да? А, надо же, как я попросил. А это где-то Адриатик, Черногория? Что он шла к делу в Черногории? Это был какой-то корпоративный отдых или гастроли? Совпало. Серёжа показывал маме Черногорию, он свою маму, у нас день рождения в один день с мамой Серёжи Дроботенко, и он каждое лето маму куда-то вывозит. Но это та самая поездка в Черногории, когда вы в аварию попали, да? Нет, нет, нет. Тогда всё хорошо было, да. А история с аварией, это связано с гастролями или это тоже отдыха было? Нет, мы поехали просто посмотреть страну. Когда вы, мы, вы имеете в виду... Регина Игоревна изъявила желание полететь со мной. Ага, так. Она говорит, Ленка, где-то находишь такие красивые места. И вот такое было путешествие, не самое удачное. А там водитель был? Неадеквате. Да, да, да. Ты пьяный водитель. Хорошо, что в обрывни ушли в пропасть. Там же... Да, у нас окраска. ...серпантин этот. А как вы узнали, из газеты или прозвонила дочь? Я даже не помню, по-моему, по-моему, с телевидения даже... В момент разлетелось. Да. На что жалуетесь? Нет, моя милая, это вы на что жалуетесь? А, я жалуюсь. Лес большой, а мужчина раз-два и обчёлся. Вы меня не так поняли. Со здоровьем у вас как? А-а-а! Ту-ту-ту. Я же знаю, что в Черногории вы контрабандой туда попарышей возили. Да? Была такая тема? Да, я рыбак. Нет, я контрабандист. Я рыбак. Вот как контрабандист. Она мне раз провозила контрабанду в Польшу. Смешной случай, интересно. В эти 90-е годы в Белоруссии в Польшу возили всё, что попадёт. Лекарства, телевизоры, сигареты, паяльники, спирт, рояль тогда был. Спирт, рояль, я помню, да, да. Перевозили через границу, сдавали оптом. Там затаривались джинсами, варёнками, мадонны, сервизы. Привозили, обменивались. И такой вот обмен шёл. И люди за счёт этого жили. И я с покойной супругой решили провести телевизора два. Ну, думаем, как, на одну семью нам два телевизора не пропустят. Как раз приезжает Лена с мужем. На каникулы. Я говорю, Лен, в Польшу смотаешь с нами, подзаработаешь пару рублей с Андреем. Каким образом? Я говорю, ты перевозишь нам телевизор, продаём его там и получаешь часть денег. Ну, договорились. Но мы решили провести контрабанду, икру чёрную. Ну, ты мне сказал не продавать телевизор. У меня знакомый телемастер, он мне снял заднюю крышку, вытащил оттуда лампу, и мы его запаковали икрой. И он обратно эту крышку и поставил пломбы, всё нормально. И мы взяли по глупости, отдали этот телевизор провести Лене. Мы прошли таможню, к нам в купе начали заходить перекупщики, как предупреждали родители, предлагать деньги. Я говорю, я не продаю телевизор. Мы даём вам 3 миллиона. Думаю, сразу 3 миллиона. Я говорю, нет, не продаю. Через 15 минут заходит, говорит, ну, пани, ну, продайте. Я вам дам 3 200. Я думаю, о, уже на 200 тысяч больше. Я говорю, нет, нет, я не продам. Когда он сказал 3 800, почти 4 миллиона, я понимаю, что это на треть больше, чем они сейчас кому-нибудь продадут. Мы с женой приезжаем, они с Андреем стоят довольные, без телевизора. Ждут нас. Первый вопрос, а где телевизор? Когда она сказала, что его продали? Папа говорит, Томка говорит, давай волокордин. А там внутри было ещё на 3 телевизора икрой. Давай волокордин. Они с собой взяли, чтобы не нервничать, да? Вот здесь мораль какая, что в семье должно быть доверие. Всегда. Должно быть всё честно. Всегда нужно доверять. Приветствую вас, друзья и недорогие. Вот этот формат, когда в гости приходит человек, он и плох, и хороший одновременно. С одной стороны, очевидный минус, потому что если тебя пригласили позавтракать, то не с руки задавать неудобные вопросы. Ну, так просто не делается. Ну, то есть можно, конечно, включить. Да, такой проект долго не протянет. Плюсы тоже есть. Потому что если тебя угощают, и ты ешь с аппетитом, или выпиваешь, как вот с Александром Ширвиндом, бутылку водки уговорили до начала латора, то твой собеседник сам может сделать какую-то подачу и рассказать о чём-нибудь, о том, о чём раньше я рассказывал.